В аксиально-поршневых насосах поршни расположены параллельно оси вращения вала, либо немного наклонены, на угол не более 45 градусов. Поршни вращаются вместе с приводным валом. Преобразовать вращательное движение вала в поступательное движение поршней позволяет наклон блока или наклон шайбы, на которую они опираются. В первом случае гидромашины называют насосами с наклонным блоком, во втором с наклонным диском. Попробуем разобраться, как такой насос перекачивает жидкость и как регулировать его подачу. Сначала разберемся с конструкцией насоса. Для примера возьмем регулируемый насос с наклонным блоком. Корпус насоса имеет характерную изогнутую форму. В корпусе на подшипниках установлен вал. К валу с помощью сферических опор крепятся поршни и помещаются в наклонный блок, установленный на оси. В показанном насосе вращение от приводного вала на блок передается через поршни. Есть конструкции, в которых для этого используется силовой кардан. Блок опирается на распределительный диск, имеющий сферическую поверхность. В диске выполнены каналы для подвода и отвода жидкости к блоку с поршнями. Кроме того, в регулируемом насосе диск имеет отверстие, в которое устанавливается толкатель тяги, размещенной в задней крышке. Также в крышке выполнены всасывающие и напорные отверстия и каналы для подвода жидкости к распределительному диску. Жидкость из бака подводится к входному каналу насоса, откуда всасывается поршнями. Рассмотрим работу одного из поршней. При движении в области всасывания поршень перемещается и увеличивает объем рабочей камеры. Вследствие увеличения объема камеры давления в ней падает, и жидкость под действием атмосферного давления заполняет камеру. Достигнув крайнего положения, поршень начинает перемещаться в противоположном направлении, уменьшая объем рабочей камеры. Жидкость вытесняется в напорный канал. Достигнув второго крайнего положения, поршень вновь начинает увеличивать объем камеры. Начинается всасывание. Цикл повторяется. В корпусе насоса установлено несколько поршней. В показанном примере – семь. Пока один поршень осуществляет всасывание, другой вытесняет жидкость в напорную линию. Третий находится в крайнем положении. Такая схема позволяет осуществлять непрерывную подачу жидкости с относительно невысокими пульсациями. Обратные клапаны в представленном насосе не нужны, так как поршни всегда осуществляют всасывание в одной зоне, а нагнетание в другой. Таким образом, аксиально-поршневые насосы позволяют избавиться от двух существенных недостатков обычных поршневых насосов – высоких пульсаций и влияния динамических характеристик клапанов. Подача аксиально-поршневого насоса определяется количеством и диаметром поршней, радиусом на котором они расположены в блоке, а также величиной их хода. Величина хода поршней определяется углом наклона блока или диска. Чем больше величина хода, тем больше подача насоса. Изменяя угол наклона можно влиять на величину хода поршней, а значит регулировать подачу насоса. Регулировать угол наклона блока в показанном насосе можно с помощью тяги, которая, перемещаясь, увлекает за собой распределительный диск вместе с опирающимся на него блоком с поршнями. Тяга может перемещаться вручную или при воздействии механизма, а также с помощью гидравлического или электрического привода или сочетания этих устройств. Регулировка осуществляется беступенчато в процессе работы насоса. Это позволяет реализовать сложные схемы автоматики с гидравлическим или электрическим управлением, но это тема для отдельного видео. Напишите в комментариях, будет ли интересен ролик на эту тему. Насосы с наклонным диском также могут быть регулируемыми. Блок цилиндров в насосах с наклонным диском установлен с аосно-приводному валу. Вращение на блок передается обычно при помощи шпоночного или шлицевого соединения. Поршни опираются на диск с помощью специальных башмаков или толкателей со сферической поверхностью. Блок цилиндров устанавливается на распределительный диск, сопряженный с задней крышкой, в которой выполнены каналы для соединения с напорным и всасывающим трубопроводами. Рабочий процесс насоса с наклонным диском схож с работой насоса с наклонным блоком. При вращении блока поршни совершают возвратно-поступательное движение. В тот момент, когда поршни движутся, увеличивая объем камеры, они соединены с линией всасывания. Когда поршни движутся в противоположном направлении, уменьшая объем рабочей камеры, они соединяются с каналом нагнетания. Для регулирования подачи насоса нужно изменять угол наклона диска, шайбы, на которую опираются поршни. В показанном насосе установлена пружина, которая в начальном состоянии отклоняет шайбу на максимальный угол. С противоположной стороны на шайбу воздействует толкатель, который может управляться механически или, к примеру, гидравлический. Причем давление в линию управления может поступать из линии нагнетания насоса. Для регулирования управляющего воздействия в этом случае применяется специальный клапан. Для управления регулируемым насосом могут применяться более сложные схемы, например, так называемое ЛС-регулирование, которое позволяет снизить потери энергии при управлении скоростью гидропривода. Мы постараемся рассказать о таком регулировании в одном из наших видео. Чтобы не пропустить ролик, подпишитесь на наш канал и группу ВКонтакте. Также приглашаем в наши каналы в Телеграм и Яндекс.Дзен, где помимо видео мы выкладываем иллюстрации и статьи.